Собакой мордой вниз, собакой мордой вверх. Не самые простые позы йоги пенсионерам даются легко. А все потому, что регулярные занятия дают результат. Суставы не ржавеют и борьба с саркопенией. Регулярная, умеренная нагрузка мышцам полезна и нужна в таком возрасте. Еще? Два, четыре, шесть. Ну вот, ваше мнение. Ивантеевское отделение активного долголетия больше похоже на школу, балетную или театральную. Занятия сменяются одно за другим. Вначале зумба, потом английский, после театральное мастерство. С одной пары быстро бегут на следующую. Евгения Карпова начала выступать на сцене только с выходом на пенсию. В эту пору и раскрылись все ее таланты. Танцы, английский, театр, йога. Мое первое выступление, я участвовала в фестиваль такой «Ты супер!» в 2022 году. И стала финалисткой. Ну, чуть-чуть мне не хватило для того, чтобы действительно занять первое место. А еще, значит, у меня было... Я участвовала в творческом фестивале «Риорита», где тоже была финалисткой. И стала лауреатом второй степени. Также мы участвуем в танцах. И мы всегда участвуем во всех фестивалях, которые проходят от Московской области в разных городах. Ее подруга Надежда Никитина тоже не отстает в активности. И тоже участвует в театральных фестивалях. А недавно заняла первое место в конкурсе «Автоледи Подмосковья». Стаж вождения – 43 года. Когда ты уже уходишь на заслуженный отдых, то возникает вакуум. А мы люди активные, творческие, поэтому этот вакуум как раз можно было заполнить вот этими занятиями, которые проходят здесь. И вот увлечение наступило буквально с первого дня. Первое, куда я пришла, это китайская гимнастика «Цигун». С понедельника по пятницу у пенсионеров расписаны дни – никогда стареть и скучать. Более 25 направлений в округе Пушкинске реализовано в рамках проекта «Активное долголетие». Он охватывает около 10 тысяч человек. И с каждым годом все больше и больше пенсионеров желают присоединиться. Работает сарафанное радио. И вместе веселее с подружками и соседками. С приходом осени, с наступлением холодов, как раз-таки сейчас самое важное – поддерживать свое состояние здоровья. Поэтому наши участницы активно ходят на дыхательную гимнастику, ЛФК, танцуют, вяжут, плетут, изучают английские языки и в том числе ездят в туристические поездки. Арес Дребет тоже начал новую жизнь на пенсии, но как преподаватель. Бывший артист цирка, сейчас он занимается с пенсионерами йогой и преподает разговорный английский по своей личной методике, которая подходит пенсионерам, раскрывает их и помогает говорить без стеснения. Он и не мог предположить, что его мечта исполнится даже раньше, чем он думал. Я всегда изучал английский, всегда, я не знаю почему, но вот так получилось, что в английском клубе, я не был преподавателем, но в английском клубе я как-то сказал фразу, я хочу быть педагогом английского в 65 лет. И я прихожу сюда в ССО и мне говорят, а нам нужен педагог английского. Но так как у меня какая-то практика была, и я решил, это было, конечно, решение сногсшибательное, стать педагогом вот так вот, но за два года я действительно стал педагогом. Сейчас основная задача привлекать мужчин пенсионного возраста в проект. Для этого начинают развивать такие активности, как бильярд и настольный теннис. Стать участником активного долголетия может каждый. Для этого надо выйти на пенсию и обратиться либо в клубы активного долголетия в Авантеевке и Красноармейске, либо в Центр Пушкинский, что на Московском проспекте, записаться и приходить на занятия с социальной картой. И тогда старость точно дома не застанет. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.